Николай Чудотворец, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, апостол Андрей Первозванный и адмирал Фёдор Ушаков. Все эти святые за свои мирские деяния считаются покровителями моряков. По преданиям, каждый из них в жизни избавлял от крушения корабли, выводил странствующих на верный путь или спасал моряков из морских глубин. Это, конечно же, долгожданные святыни, которые хотели бы иметь многие, но не все оказались избранными. Мы оказались. Сегодня великий день. Мы надеемся, что флот российский и северный флот в первую очередь, конечно же, возьмёт под своё окормление мировой океан. И Андреевский флаг будет представлен везде, во всех краях нашей планеты, во всех океанах и морях. Останки святых христианской церкви почитаются в православной и католической церквях. Ковчег с мощами пяти покровителей торжественно встретили на Приморской площади в Североморске. После молебна всенародное шествие направилось к строящемуся собору святого апостола Андрея Первозванного. Здесь и будет храниться ларец со святыней. Без веры ни один человек в бой не пойдёт. Поэтому это очень хорошие традиции. Они были заложены давно. И сейчас мы занимаемся военно-патриотическим духовным воспитанием уже на другом уровне. Дело в том, что в штат соединений, объединений, в том числе и северного флота, включены военные священники, священнослужители, которые вместе с личным составом принимают участие во всех мероприятиях и боевой, и оперативной, и эволюционной подготовки. Служители церкви не скрывают. В городе всенародный праздник происходит возрождение традиции. Много веков на каждом корабле первого ранга был походный храм. А в дальние плавания с командой выходил и священник. Это реально, это задача, которая стоит. Просто мы пока не успеваем за требованием времени. Мы не успеваем подготовить ещё священников, которые могли бы так надолго уходить в море. Это же серьёзное дело. Потом у нас священники многие сочетают службу в храме приходском и со службой военно-морской. Но он же должен будет покинуть храм. А кто же останется тогда? Жёны будут горевать, дети будут непричащённые. Поэтому нам необходимо наращивать совместные усилия. Следующее знаковое событие, которое ожидают во флотской столице, это долгожданное окончание строительства собора. Уже основная часть работы завершена. Наконец-то мы уже работаем внутри. Уже подготовка к тёплым полам идёт. Надеюсь, что в конце января мы эту завершим работу. И очень-очень верим, что Пасха должна будет праздноваться здесь. Люди начали задумываться о том, что не всё меряется в этой жизни деньгами. Что есть высшая сила, которая руководит нашими жизнями. Что не всё случайно в этой жизни. Да, конечно. И хочется надеяться, чтобы дальше это всё было больше и больше всего.